Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян вновь выражает нежелание провести встречу с кандидатом на пост Генсека Организации договора о коллективной безопасности Станиславом Засим. Все страны и организации, кроме Армении, одобряют кандидатуру представителя Беларуси на пост генерального секретаря ОДКБ. По мнению военно-политического аналитика из Беларуси Александра Тиханского, позиция исполняющего обязанности премьера Армении в настоящее время не представляет большой значимости для остальных стран-членов организации. Позиция Пашиняна, она уже сейчас, я думаю, мало кого интересует, поскольку он уже на двух встречах отказывался решать вопрос по генеральному секретарю ОДКБ. Последний раз это было еще 6 декабря, когда он попросил перенести этот срок и так далее. То есть это вообще сейчас и неизвестно. Я думаю, что в январе такой встречи даже еще и не будет. Соответственно, этим попросту увеличивается время и только лишь вопрос будет затягиваться, переходить в латентную, так сказать, сторону. Поэтому здесь позиция будет консолидирована из всех стран и, видимо, придется и странному ДКБ нарушить правила консенсуса и принимать решения большинством голосов. По мнению азербайджанского политолога Арзу Нагиева, своими действиями Армения нанесла большой урон имиджу организации. Пашинян думал, что то, что генеральным секретарем ОДКБ может стать именно представитель Армении, но этого не случилось. Естественно, и Казахстан был против, и Белоруссия. И самое главное, что Россия была против всего этого. Потому что решением этого вопроса Армения добилась того, что ОДКБ потеряла имидж. Отметим, что должность генсека ОДКБ стала вакантной после отстранения от этого поста представителя Армении Юрия Хачатурова, который на родине обвиняется в свержении Конституции.